Добрались мы наконец до конца темы 110.1, до шестой части. Выясняем, какие пользователи у нас сейчас активны в системе и что они делают. В Windows мы можем посмотреть активных пользователей через диспетчер задач, можем подкрыть каждую конкретную службу и посмотреть в ней. В Linux у нас есть специальный утилит. Итак, завершающая шестая часть, которая звучит так. Определяем, какие пользователи входили в систему или активны сейчас. Вообще, нас просят здесь разобрать три команды. Это who, where и last, но мы с вами еще users и lastb тоже посмотрим. Значит, есть команда who, и есть команда who. По сути, это одна и та же команда, просто какая-то там команда пошла из bsd-систем, какая-то еще откуда-то. Делают обе команды приблизительно одно и то же. Можно к ним указать разные ключи и получить совершенно разный вывод. Мы сейчас на практике посмотрим, что это значит. Далее, у нас с вами есть три команды users, last и lastb. Эти команды просматривают файлы. Мы об этих трех файлах говорили. Или вы видите, utmp, vtmp, btmt. Это бинарные файлы, мы их не можем посмотреть обычным редактором. В них хранится информация о тех, кто вошел в систему, о тех, кто входил до этого в систему, и о тех, кто входил в систему, но эти попытки были неудачными. Включаем Ubuntu, смотрим на ней. По-хорошему нам, конечно, посмотреть бы это на Ubuntu сервере, на который я подключусь с несколькими пользователями, и мы увидим разницу. Но для понимания сути команд это не обязательно делать. Значит, для начала мы посмотрим с вами команду W. У нее очень хорошее описание. Она говорит, показывает, кто вошел в систему и что они делают. Не нужно обольщаться. Все, что они делают, нам эта команда показывать не будет, к сожалению. Например, мы можем вот так вот просто сказать W. И она нам покажет свой стандартный вывод, когда система была загружена, сколько она работает, сколько сейчас пользователей, три средние цифры загрузки, про них мы уже говорили, и табличку. Она показывает меня два раза, потому что я подключен через графический интерфейс и через эту консоль. Если я открою еще одну консоль, например, и в ней выполню команду тоже W, она показывает уже то, что я сижу через две консоли. С выводом ее стандарта в принципе все понятно. Она показывает, куда я подключен, откуда я подключен, когда, сколько времени я простаиваю, и показывает две интересные цифры. GCPU и PCPU. GCPU это время, которое используется всеми процессами, закрепленными за данной консолью, и включает фоновые задания, которые выполняются в данный момент. То есть у меня здесь 6 секунд, что-то в графике она считает происходит. Время PCPU это время, которое используется текущим процессом в данный момент. У меня текущий процесс в данный момент написана команда SBNAPSTART. То есть, соответственно, когда я выполнял команду W, у меня эта команда вот выполнилась моментально. Могу еще раз попробовать. Видите, время тут особенно сильно изменилось. Я не могу сказать, что эта команда как-то особенно полезна, потому что мне вот эти вот цифры и вот этот единственный процесс, который она показывает то, что я делаю, сейчас ни о чем не говорит совершенно. Но кому-то это может пригодиться. Можно ей, к слову, передать имя сразу пользователя и сказать, например, «Посмотри только по мне». Сейчас у меня, в принципе, только я в сети, поэтому только по мне и показывает. Если бы у нас был какой-то сервер, на котором работало много пользователей, у нас был бы вывод по каждому пользователю все его сеансы. Как он подключен, откуда, через SSH, через графику, каким угодно образом. Команда «Ху» мне нравится намного больше. Мы можем посмотреть мануал по команде «Ху». Считается, что команда «Ху» показывает меньше информации. Мне кажется, она, если ее использовать с ключами, показывает намного больше информации. Вывод у нее простой. Показывает, кто вошел в систему. То есть у команды «W» было, кто вошел и что он делает. Команда «Ху» — просто кто вошел. На самом деле команда «Ху» показывает очень здорово все. Например, она может показать через ключ «-B», когда у нас была последняя загрузка системы. То есть мы можем посмотреть, когда система у нас запустилась. Она может нам показать через ключ «-Q» все логины, и кто у нас вошел в систему. Очень удобно добавлять большую букву «-H». Это «Headers» — заголовки, чтобы он показывал нам имена каждого столбца. То есть если мы не наберем букву «-H», он у нас не будет нам показывать заголовки. Но здесь, видимо, заголовки ей не нужны. То есть команда «-Ху» у нас, она по умолчанию, вывела нам то, что два раза я вошел в систему. Опять же, через графику и через терминал. То есть если я запушу новый терминал и снова выпущу команду «-H», вот я уже третий раз получился. Пока вид тоже такой не очень информативный. Давайте посмотрим еще один вывод. «-H». И здесь уже похож вывод на команду «-W». Он показывает, опять же, откуда я сижу, когда я вошел, есть ли у меня какие-то аидишники процессов и какие-то комментарии. Так как наша задача сейчас просто определить, кто вошел в систему, нам достаточно вот этих вот двух выводов. Мы дальше команду «-Hу» не разбираем. Она очень мощная. Я вам просто покажу, чтобы вы чуть-чуть сошли с ума, как она работает с ключом «-A», то есть «-оу», покажи все, что ты знаешь. И вам здесь выведется очень много информации, кто, когда, откуда, коды входа, коды выхода, плюсики, упростительные знаки, точки и так далее. Мы это сейчас разбирать не будем, чтобы голову не забивать. Мы с вами увидели то, что вот два раза я вошел в систему. Этого нам достаточно. И теперь будем смотреть три оставшиеся команды, которые работают с нашими временными файлами. Команда «-Users» показывает тех, кто вошел в систему в виде одной строчки. То есть это нам может быть удобно в скриптах, еще как-то. Это строчка, в которой все логины вот так выводятся в единую строчку, отделенную пробелами. Было бы у нас здесь 15 пользователей, эти 15 пользователей были бы здесь через пробелы. Команда «-Last» показывает последние логины. Я так вам сразу не вспомню, сколько у нее вывод по умолчанию. Ей можно через ключи указать, сколько последних входов в систему показывать. Она ищет, напомню, файли «varlog.wtmp». В этом файле у нас записывается вся информация о входах-выходах. То есть это надо нам показывать то, что я постоянно заходил от 13.07, 13.05, 13.04, вошел там и не вышел. И вот так вот она все эти выводы нам показывает. То есть здесь мы можем посмотреть, кто у нас когда входил в систему. Опять же глубоко эту команду не разбираем. Я вас берегу, чтобы вы сильно не заморачивались. Вот файл «wtmp». Интересно то, что при каждой перезагрузке в системе регистрируется такой виртуальный пользователь «reboot». И мы можем посмотреть информацию о всех перезагрузках системы, например, сказав «last reboot». То есть пользователя «reboot» посмотреть последние входы. И вот он мне показывает, когда я перезагружал систему, начиная с 6 февраля. Это, наверное, когда у меня эта виртуальная машина была создана. Вот все мои перезагрузки. У него здесь есть небольшое, вы видите, сошествие с ума. Он говорит, что система все еще работает, например, с 17 мая. Но это как раз нюанс виртуальной машины, потому что я ее сохраняю на живую, открываю снимок тоже уже работающий. Здесь могут быть разные такие нюансы. И команда «last be» — это команда, которая показывает то же самое, только неудачные попытки входа. У меня здесь нет, скорее всего, неудачных попыток входа. Да, видите, он показывает то, что файл «btmp» у меня с 6 февраля пустой, потому что я ни разу не ошибался со входом. Но здесь можно запросто посмотреть всех пользователей, которые неудачно зарегистрировали в системе. Таким образом мы можем, например, посмотреть кого-то, кто пытался подобрать пароль к учетной записи, если несколько раз он вводил свой пароль некорректно. К слову, вот эти файлы «btmp» и «btmp» они могут в системе не существовать. Мы об этом как-то говорили полугода назад. И если эти команды говорят, что файл не существует, вы можете просто вручную, тачем создать эти файлы в папке «varlog». То есть если мы с вами, давайте уже, время у нас осталось. Урок. Часть урока короткая. Можно зайти сюда, посмотреть. И вот здесь у меня все эти файлы должны быть. «btmp», «vtmp» – они здесь на месте. Файл «utmp», он, напомню, создается в другом месте. Он находится в папке «varrun». И тут мы уже можем найти файл «utmp». Файлы бинарные, просто так смотреть их бесполезно. Будет полная ерунда. Итак, это была завершающая часть темы 110.1. По идее, про каждую рассмотренных команд можно говорить долго, по 20 минут на каждую команду. Вывод там интересный, можно многое разбирать, но это буквально маленькая часть темы 110.1, в которой мы просто выясняем, кто сейчас вошел в систему и кто входил раньше. Эту часть вывода мы с вами разобрали, остальное можете повозиться, поразбираться самостоятельно. Спасибо, что смотрели. Продолжение следует...